МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это программа День с толком. В студии Ирина Корчагина. Здравствуйте. Смотрите в этом выпуске. Обогатились на 3 миллиона. Неизвестные вскрыли банкомат в Барнауле, который находится по соседству со зданием Следственного комитета. Алтайский край вошел в список регионов отчаяния. Почему люди отчаиваются и почему почти 80% молодых людей хотят уехать из региона. При поддержке фэшн-индустрии в исправительной колонии Новоалтайска прошел конкурс красоты и талантов. Начнем выпуск с криминальной новости. В Барнауле по соседству со зданием Следственного комитета края вскрыли банкомат. Преступники похитили более 3 миллионов рублей. Сейчас полиция ищет злоумышленников. В одном из банкоматов на улице Воровского произошло хищение денежных средств. По предварительной информации, это могли сделать трое неизвестных, которые прошли в помещение банкомата. С помощью подручных средств сломали сам банкомат и похитили оттуда деньги. В размере предварительно более 3 миллионов рублей. С завтрашнего дня, с 1 апреля, на трассах края вводится ограничение движения для большегрузов. Запрет коснется транспортных средств с нагрузкой на ось более 6 тонн, не имеющих специального разрешения. Это необходимо для того, чтобы сохранить дороги в весенний период. Как поясняют в Минтрассе, из-за таяния снега и разлива рек, грунт переувлажняется и теряет несущую способность. В итоге дорожные конструкции ослабляются и не могут выдерживать прежнюю нагрузку. По какому принципу действуют эти датчики, эти весы? На весах стоят датчики, на платформу наезжает автомобиль, и они фиксируют, показывают вес уже на мониторе. На второй оси есть превышение. У меня первый раз такое за 4 года. Ему выпишут штраф, и он еще должен устранить перегруз и потом продвигаться дальше. Добавим, что временное ограничение не распространяется на пассажирские перевозки, а также доставку пищевых продуктов. Полный перечень грузов, на которые не действует запрет, размещен на сайте Минтранса Алтайского края. Алтайский край попал в список географии отчаяния. Такая карта накануне появилась в соцсетях. Она основана на данных по числу самоубийств, гибели от алкоголя или наркотиков в российских регионах. Из 79 регионов наш край занял 67 место, то есть мы почти попали в десятку антилидеров. На этой графике обозначено 15 самых отчаянных регионов. Меньше всего от отчаяния гибнут в Астраханской области и в Москве. Особо тревожной в Алтайском крае остается ситуация с детскими самоубийствами. По официальной статистике, в прошлом году 17 детей покончили с собой и еще 124 ребенка совершили неудачную попытку суицида. При этом каждый день правоохранители получают по 2-3 сигнала о попытках свести счеты с жизнью от несовершеннолетних. Кстати, около 80% молодых людей хотят уехать из Алтайского края. Невеселую статистику озвучили на заседании круглого стола в общественной палате региона. Накануне там обсуждали проблемы молодежи на Алтае. Существует такое очень устойчивое размежевание, что есть Москва и все остальные регионы. Ну, Москва-Питер, можно так сказать. И все остальные регионы по отношению к ним, они ущербны. В них ничего хорошего нет, перспектив нет. И поэтому в этой ситуации даже те, кто хочет остаться, они именно как бы за справедливость выступают как за выравнивание стартовых возможностей. Вот вам и ответ на вопрос, почему молодые люди стремятся покинуть родной регион. Алтайский край на сегодняшний день занимает последнее место по уровню заработных плат в Сибири. Суицид на первом месте. Мы в красной зоне. Детский суицид. Вот вам реализация молодежи и всей темы. Уровень разрыва по зарплатам, он гигантский. Реализовать себя они не могут. То есть разрыв вот этот с помощью интернета, современных технологий, он ускорился. И люди, по сути, остались одни сами с собой, брошенные в сельской местности. В Алтайском крае живет 50% считай в сельской местности. У нас все едут в Москву, чтобы развивать свои проекты, потому что именно оттуда все распределение идет. Так построена система центральная. Что касается отчаянных регионов, напомним, мы на 67-м месте с 79-ти, здесь эксперты видят прямую связь с темпами роста региональной экономики. Также на уровень отчаяния может влиять уровень безработицы, общее состояние рынка труда. Еще один фактор уныния – жилищные условия населения. Прежде всего регионам нужно решать эти проблемы. Однако есть и немного другое мнение. Часто причина алкоголизма, суицидов кроется в том, что людям просто некуда сходить. Здесь имеются в виду дома культуры, детские, спортивные площадки, а также городская инфраструктура в целом. Моногород, да, сельские территории, у которых там практически нет развития. И вот основной упор надо делать на то, чтобы там люди были заняты. И с тем, чтобы у людей там кроме работодом еще что-то было. То есть условно можно получать, допустим, 17 тысяч, но при этом быть счастливым? Да, можно получать 17 тысяч и быть счастливым. Позитивные стороны в нашей жизни все равно существуют. Но первое, мы потихонечку справляемся с общей проблемой, с коронавирусом. Это тоже накладывало определенный печаток как внутри семьи, так и вне. А я думаю, здесь нам очень важна самоорганизация по большому счету. Не искать сегодня крайне плохих, кто-то в этом виноват, а просто совместно решать эту задачу. Возвращаться в кружки, сегодня можно это делать. Выходить на площадки, заниматься спортом, ходить на концерты, то, что сегодня тоже разрешено. Когда «Титаник» тонет, а тут играет все музыка и все вроде бы хорошо, ну да, вроде бы все хорошо. На самом деле-то мы тонем. А пока мы еще не достигли дна, записываемся на кружки, берем товары по акции и радуемся жизни дальше. К другой теме. Семейные ценности закрепят в уставе края вслед за Конституцией. Об этом сегодня говорили на заседании регионального правительства. Специальная комиссия должна адаптировать федеральное законодательство под обновленную Конституцию. Участники заседания обсудили также изменения трудовых отношений. Конкретно тот факт, что условия труда должны соответствовать высокому уровню безопасности и гигиены. А зарплата не должна быть ниже минимального размера оплаты труда. Еще на заседании коснулись нововведения и по вопросу сдачи ЕГЭ. В этом году камерами наблюдения в режиме онлайн обеспечат все, без исключения пункты приема единого госэкзамена. Это порядка 1100 аудиторий. Министр образования выразил уверенность, что столь жесткое усиление контроля не снизит показатели по выпускным экзаменам. В прошлом году они были высокими. Здесь мы видим, какую динамику за последние 2-3 года мы с вами прошли. С 64-го места до 2-го места. Кроме того, увеличилось количество 100 бальников. В среднем по всем практически предметам у нас растет средний балл. А такие предметы наиболее сложные русский язык и литература. Ну просто значительное увеличение 100 бальников, например, по литературе практически в 9 раз. Владимир Путин наградил трех алтайских врачей. Государственные награды получили замглавного врача 2-го Барнаульского роддома Елена Строганова, заведующий отделением горбольницы номер 8 Александр Когтев и руководитель 3-й Барнаульской поликлиники Николай Карпов. Последний возглавляет учреждение более 30 лет и, по словам коллег, буквально горит своим делом. О новоиспеченном заслуженном враче России наш следующий материал. Он отчетливо помнит свой первый день в этих стенах, хотя теперь и они изменились. Его представили коллективу 9 января 89-го года. Говорит, было страшно, но он хотел работать на должности главного врача. Карьера хирурга, о которой я мечтал практически с школьных лет, у меня не получилось. И я решил, ну почему бы мне не стать администратором. С тех пор все делал ради дружного коллектива и его сохранения. Сотрудники поликлиники говорят, его двери для них всегда открыты. Если требовалось устроить малышей в детский сад, он обязательно находил выход. Помогал и помогает в разные сложные моменты жизни. У меня одна из лаборантов оказалась в такой жизненной ситуации, когда, в общем-то, и с жильем было тяжело. Николай Сергеевич договаривался с огранным университетом и выделили комнату в общежитии. Уже 20 лет рядом с Николаем Сергеевичем работает супруга Вера Юрьевна. Казалось бы, 24 часа вместе. Можно и устать друг от друга, но нет. Рассказывает, что она его подпитка. Всегда помогает. Вместе они решают всевозможные проблемы. Сейчас очень остро показал пример. Это ковидный год. Это просто было очень тяжело, очень страшно даже. И ее поддержка важна была, да? И ее поддержка, и моя поддержка. И вот как бы мы тут вместе, особенно когда я заболел сам, то это было, конечно, очень… Работать некому было в поликлинике. За что больше всего его цените, как именно профессионал? Не как супруга, а как профессионал? Ой, безумно сильные такие организаторские способности. Для меня это фантастика. Я говорить могу сейчас много, но для меня, например, разговаривать по телефону – это пытка. Решать какие-то вопросы. Лично еще ладно. Но Николай Сергеевич, вот организовать круг общения, решить вопросы запросто, он никогда не стесняется. У него это замечательно получается. Я завидую. За годы работы Карпова коллектив вырос практически вдвое. Сейчас это 250 человек. Изменился и внутренний облик поликлиники. Это тоже отчасти заслуга Николая Сергеевича. Здесь все вопросы решаются. Главврач, знаете, наверное, как и положено руководителю, он всегда в гуще всех событий. Как-то, помню, наблюдала сбой компьютеров. И в регистратуре была большая очередь, шум, что-то. Он мигом все выяснил, все распределил, кого куда. Трое дочерей Николая Карпова не пошли по стопам родителей. Но они всегда рядом, как и многочисленные внуки. Совместные вечера на даче помогают отвлечься от будней. Когда-нибудь предлагали вам перейти, может быть, в какое-то другое место? Да. А вы что? Почему здесь остались? Я отказывался. Сначала я отказывался, потому что я еще не все сделал в этом лечебном учреждении. А потом говорил о том, что я уже столько сделал, зачем мне отсюда уходить. Теперь уже заслуженный работник здравоохранения России считает себя абсолютно счастливым человеком. И в работе, и в личной жизни. А награда от президента – это подарок. Значит, коллеги и пациенты верят в него, уважают и ценят. Кстати, телефон просто разрывается от поздравлений. Татьяна Голубева, Александр Антропов. День с толком. В крае после долгого перерыва возобновил работу Центр для детей, страдающих эпилепсией. Это единственное учреждение, где оказывают подобного рода специализированную помощь. Из-за пандемии она успела отработать всего год после открытия. И пациенты не успели в полной мере оценить возможности новой школы. А между тем, здесь знакомят не только с особенностями лечения, но и тонкостями оказания первой помощи страдающим – эпилепсией. Подробности в сюжете. Как оказалось, дочь Анны страдает эпилепсией. Позже к замиранию прибавились еще и приступы падения. Пока подбирали подходящие препараты, ребенок не мог разговаривать. Однако сейчас, благодаря лечению, ее жизнь приходит в норму. Либо добавляется доза, либо убавляется. Какой-то убирался препарат, другой ввелся. Мы живем на этих препаратах. Девчонка ушится хорошо, не скажу, что отлично, но на 4-5. В общеобразовательной школе программу усваивает. Программу школы для родителей усвоила и сама Анна. Сейчас женщина не хуже опытных эпилептологов знает, как обеспечить своему ребенку комфорт. А вот для тех, кто впервые столкнулся с проблемой, считают уроки Алтайского краевого клинического центра охраны материнства и детства необходимыми. Работники центра учат организовывать быт, отдых и развлечение с учетом особенностей болезни. Отвечая на занятиях на популярные вопросы, верит Наталья Загайнова, врачи значительно облегчают жизни детей и родителей. Всегда возникают вопросы, чаще всего даже не медицинского характера, какие секции можно посещать, как правильно оказывать помощь при приступе. Возникают вопросы, ответы на которых на обычном 15-минутном приеме врач не успевает дать. Поэтому социально-просветительную работу проводим на школе. А просвещать людей необходимо. По словам врача, в обществе до сих пор живут стереотипы, с которыми стоит бороться. Иначе это может негативно сказаться не только на самих больных, но и на тех, зачастую случайных, людях, что во время приступа спешат на помощь. Толкать ничего в рот, да, человеку ни в коем случае не нужно. Очень важно положить человека на бок, то есть важно, да, чтобы язык не запал. Положить человека на бок и постараться, ну вот вокруг оглядеться, чтобы во время судорога человек не травмировался. После этого необходимо просто подождать, пока приступ не пройдет. Однако стоит помнить, его продолжительность не должна превышать двух минут. Если судороги длятся уже более пяти, следует вызвать скорую. Скорее всего, купировать приступ придется при помощи медпрепаратов. Правильно подобранное лечение, говорит Елена Азарова, позволяет избежать побочных эффектов и достигнуть ремиссии. Отсутствие приступов в течение года. В таком результате сегодня нуждаются более двух с половиной тысяч алтайских детей, страдающих эпилепсией. И для них снова открыты двери медицинского центра. Артем Гусельников, Дмитрий Денисов. День с толком. Сборник юмористических произведений «Улыбочка» признан одной из лучших книг Алтайского края 2020 года. Сегодня в Краевой библиотеке подвели итоги крупнейшего книжного мероприятия региона 16-го фестиваля «Издано на Алтае». С 18 февраля на разных площадках Барнаула, а также Бейска, Рубцовска, Павловска и Завьялова провели около 50 литературных мероприятий. От книжных выставок до творческих встреч. В этом году алтайские писатели представили работы по нескольким номинациям. Книга художественной прозы, книга для детей, научное и краеведческое издание. А также лучшее художественное оформление. Дипломом лауреата в номинации «Лучшая книга художественной прозы» награждается сборник юмористических произведений «Улыбочку» автор Станислав Тарков. Цель этой книги была просто показать какой-то наш с вами мир, быт, с немножечко такого забавного взгляда, чтобы люди смогли задуматься о том, что жизнь-то всё-таки, несмотря ни на что, она прекрасна. Впрочем, среди книг победителей местных авторов немало произведений разной тональности. А в специальной номинации к 75-летию победы в Великой Отечественной войне лучшей признана работа «Алтай. Победа 75». Это совместное творение сотрудников краеведческого музея. И к другой интересной теме. У надзирателей новоалтайской колонии появилась возможность не следить, а созерцать. Там впервые за всю историю уголовно-исправительной системы прошёл конкурс красоты. Какие чувства испытали женщины, заключённые, меняя робу на вечернее платье? И чем растрогали до слёз опытное жюри? «Девушка, вы преступно, красивый». Так члены жюри могли сказать каждой из участниц конкурса «Мисс исправительная колония 11». Но к делу подошли без шуток. Всё-таки в этом исправительном учреждении робу на вечернее платье меняют впервые. В течение месяца семь женщин-осуждённых готовились к дефиле и конкурсам. Репетировали и придумывали творческие номера. Учились держать осанку, ходить на высоких каблуках, позировать. Организаторы больших фэшн-конкурсов находят здесь свои плюсы. «Это конкурс-корсеты, который очень ценен своей прямотой. Каждая девочка в своём творческом номере оголяет себя, оголяет свою душу. Поэтому всегда это задевает за живое, иногда даже вызывает слёзы. Мне очень нравится присутствовать и организовать. Потому что такой ответ на реакцию в качестве благодарности я редко получаю даже на самых больших конкурсах». Три этапа – визитная карточка, творческий конкурс и дефиле в вечерних нарядах. По итогам испытаний звания «Мисс ИК-11» завоевала осуждённая Татьяна Иштуганова. Корону победительницы вручала «Мисс Барнаул-2015». Во-первых, заряд позитива, конечно, очень настроение прям такое бодрит. И, наверное, чувствуешь себя женщиной всё равно, даже несмотря на то, что мы здесь сидим. Ты всё равно красива, женщина, любима, как бы, придаёт сил. У правозащитников часто возникают вопросы к содержанию заключённых. Медленно и со скрипом, но российские тюрьмы, видимо, начинают меняться. Благодаря этим заключённым мы теперь знаем, что в некоторых колониях можно демонстрировать и красоту, и изящество, и таланты. И даже танцевать можно сидя. А ну почему сидя танцует? Ты мог на стой и танцовать. Андрей Дриер. День с толком. Барнаул пробился в полуфинал «Суперлиги-2». Это и о баскетбольном клубе, который накануне обыграл на домашней площадке «Челлбаскет». Успехи наших баскетболистов практически никто не сомневался, но понервничать присутствующих в зале, в том числе и губернатора, спортсмены заставили. После первой четверти Барнаул по сумме двух матчей проигрывал 14 очков. Они забили все буквально, через руку, открытые, у них кольцо как будто заколдовано было, все принимало. Но в второй половине мы в раздевалке поговорили между собой, сказали, что надо сконцентрироваться в защите, и в нападении это все получится. В итоге так и получилось. Игра пошла. По 16 очков за встречу набрали Артем Чеворенков и Алексей Челикин. Барнаул было не остановить. 76-64. Итог встречи. Главный тренер Барнаула уверен, что одержать победу помогла поддержка болельщиков. Трест и пол от их крика. Это очень завело парней большое спасибо еще раз болельщикам. Буквально вот скоро у нас еще одна игра домашняя. Снова приглашаем всех. В борьбе за выход в финал наши баскетболисты теперь сыграют с Магнитогорским Металлургом, который одержал победу над Ставропольским Динамо. Даты встреч 4 апреля в Барнауле 8-го на выезде. Ну а из хоккейного стана пришли сегодня грустные вести. Динамо Алтай выбыла из розыгрыша Кубка Федерации. Шестой матч полуфинальной серии турнира наши провели в гостях у красноярских рысей. После двух периодов динамовцы уступали гостям 4 шайбы. В заключительные 20-ти минутки смогли отыграть лишь две. Отличились Денис Луцев и Евгений Филин. Но большего сделать наши не смогли. Серия завершилась со счетом 2-4. К огромному сожалению алтайских болельщиков. Напомним, на матчи в Барнауле приходили по 4 тысячи человек. На этом у меня все новости. Смотрите нас на 22-й кнопке и в соцсетях. Напоминаю, телефон нашей редакции 205-545. Далее прогноз погоды. Спонсор прогноза – компания «Эволар». До встречи в эфире.